Друзья, всем привет! Меня зовут Аня и я рада приветствовать вас у себя на канале MobileStyle. Сегодня будет подробный обзор и опыт использования Redmi Note 8 от компании Xiaomi. У меня версия 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Также есть версия 3.32 и 4.128. Телефон представлен в цветах белый, градиент, как на фото. Мне почему-то такая расцветка напоминает Huawei P20, P20 Pro. Если я не ошибаюсь, именно они выходили первые в такой вот расцветке. Также есть цвет черный и синий. Синий тоже градиентный. Цена на версию 4.64 на момент записи этого видео в интернет-магазинах 220 долларов. Это 13830 российских рублей. И официальная цена 264 доллара. Это 16520 российских рублей. В комплекте коробка. Кстати, обратите внимание, именно с восьмой версии этого телефона начали рисовать изображение на самой коробке. Раньше просто была коробка белого цвета. И, кстати, на коробке изображен телефон в белом цвете, градиентный. У меня же в коробке лежал вот такой вот синий цвет. Покупайте версию лучше глобальную. Так как версия для китайского рынка, она отличается от глобальной. Будут другие прошивки и будут проблемы с LTE. Пометки глобальная версия здесь уже нет. Смотрите, просто чтобы не было нигде китайских иероглифов на коробке. В комплекте у нас документы, скрепка. Также в комплекте был вот такой вот силиконовый чехол шикарного качества. Обычно это такой дешевый был чехол в комплекте. Сбоку написано Design by Xiaomi. Видно? Design by Xiaomi. Чехол очень плотный. Камера выпирает в этом телефоне. И сверху на чехле сделали вот такие вот бортики под камеру. И по бокам. Потом покажу, когда одену чехол на телефон. Закругление есть. Даже немножечко закрывают углы дисплея. Это хорошо, отлично. Но, скорее всего, стекло, которое полностью ложится на весь экран, наклеить вы не сможете. Будут конфликтовать между собой и либо будет подниматься чехол, либо будет задираться стекло. Просто не влезет. Чехол мне очень понравился. И снизу, кстати, есть даже заглушка для зарядки. Вот она, видите? Потом одену, покажу. И в комплекте также идет еще зарядное устройство. Зарядка у нас 5 вольт, 2 ампера. Зарядка не быстрая. Телефон поддерживает быструю зарядку, но докупать ее нужно отдельно. От комплектной заряжается медленно. Но это в конце. Внешний вид телефона. Телефон стеклянный, полностью. С пластиковой окантовкой. От царапин защищает горилла глаз пятого поколения с двух сторон. Очень легко собирает все отпечатки. На синем цвете они видны, но не так сильно, как на черном. Черный цвет всегда собирает полностью все отпечатки. Белый, как всегда, будет менее марки. Также есть олеофобное покрытие с двух сторон. Поэтому отпечатки стираются легко. В руке лежит телефон удобно. Немного скользковат. На лицевой стороне надпись Redmi. И мне очень понравилось. Очень, на мой взгляд, красиво. Вот такая вот окантовка с трех сторон. Видите, синяя-синяя полосочка. Выглядит оригинально и очень красиво. И такая окантовка есть только в телефоне синего цвета. В телефонах белого и черного цвета таких окантовок не будет. Просто будет дисплей черного цвета. Сверху у нас фронтальная камера. Датчики освещения и приближения. И вот такой вот широкий разговорный динамик. С правой стороны качелька регулировки громкости. Кнопочка включения-выключения. Инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Дополнительный микрофон. Лоточек. Сейчас покажу. Лоточек не комбинированный. Можно здесь ставить две сим-карты и плюс карта памяти. Лоточек прорезиненный. Видите? Закрываем. Снизу у нас находится разъем для наушников 3,5 джек. Микрофон. Разъем для зарядки USB Type-C. И динамик. На обороте также надпись Redmi. И все надписи находятся под стеклом. Есть производители, которые делают надписи поверх. И они ощущаются так сильно неприятно. Сканер отпечатка пальца. Расположен он удобно, но он совсем вот такой вот малюсенький. И четыре камеры. Камеры очень сильно выпирают. Видите, насколько. Давайте померяем чехол. Вот так, видите, закрывает разъем для зарядки. И прячет камеры дополнительным ободочком вокруг них. И вот то, о чем я вам говорила. Сейчас выключаю экран. Видите, вот этими закруглениями закрывает уголочки. Если телефон упадет на угол, скорее всего, бампер не даст ему разбиться. Кстати, в чехле сканер отпечатка пальца найти гораздо удобнее. Потому что он маленький. Когда я ходила без чехла, просто нужно его искать. А в чехле, благодаря вот такому углублению, найти его гораздо проще. Видите, стал он меньше, но при этом считывает отлично. Вес телефона 190 грамм. Дисплей здесь установлен IPS с диагональю 6,3 дюйма. Разрешение 2340 на 1080. 409 пикселей на дюйм. Соотношение сторон 19,5 к 9. Давайте посмотрим максимальную и минимальную яркость. Максимальная яркость. Углы обзора. Сейчас посмотрим еще на другом фоне. И минимальная яркость. Минимальная яркость очень комфортная для использования телефона даже в полной темноте. А вот максимальной яркости на ярком солнце будет недостаточно. Так как я пользуюсь телефоном с AMOLED дисплеем Samsung S10+. Мне этой яркости не хватало немножко. Но не забываем про цену этого телефона. И все вопросы отпадают сами собой. Дальше. Зайдем в настройки. Настройки экрана. Есть здесь автонастройка, на которую многие жаловались и говорят, что работает она некорректно. Не знаю. Замечаний именно к автонастройке никакой нет. Есть здесь режим чтения. Можно его включать по расписанию. Выбирать уровень. Использовать в заданное время и так далее. Выключаем этот режим. Дальше. Цвета и контрастность. Как всегда, здесь очень гибкая настройка цветовой температуры. Стандартный, теплый, холодный, повышенная, стандартная автонастройка. Есть темный режим. Телефон уходит полностью в черный цвет. Это выгодно. Если у вас AMOLED дисплей, тогда черные пиксели не подсвечиваются. Но так как здесь IPS будут подсвечиваться. Поэтому, если вам нравится, можете поставить. Но батарею это не сохранит. Пробуждать двойным касанием и пробуждать при взятии в руки. Свайпами вниз можно вытащить шторку уведомлений. И свайпом вверх можно открыть строку поиска. Давайте посмотрим, что у нас в шторке уведомлений. Фонарик. Режим без звука. Снимок экрана. Блютуз автояркость. Блокировка. GPS. Ориентация. Режим чтения. Экономия не беспокоить. Кнопки можно их убрать. Кнопки можно не убирать. Оттенки серого. Телефон становится полностью черно-белым. Запись экрана. Можно снимать видео. Что вы делаете. Куда вы нажимаете. И точка доступа. Использовать телефон в качестве модема для раздачи Wi-Fi. Пульт и сортировка. Дальше. Если мы откроем запущенное приложение, здесь мы можем увидеть очистка, антивирус, глубокая очистка приложения. Также здесь можно разделить экран на две части и одновременно пользоваться двумя приложениями. Не со всеми приложениями работает эта функция. Например, Instagram в двухоконном режиме работать не будет. Давайте пройдемся по папкам. Калькулятор. Здесь же есть конвертер. Валюта, длина, площадь, объем, температура, скорость, время, масса. Очень полезная. И мне понравилось. Здесь есть ипотека. Можно вводить сумму ипотеки. Способы погашения. Кредиты. Первый взнос процент. И так далее. Можно все это рассчитать. И будет это очень полезно и интересно. Часы. Таймер, секундомер. FM-радио. Диктофон. Запись экрана. Отчет. В отчет вы можете отправлять ошибки или недочеты, которые у вас не устраивают по работе этого смартфона. Компас. Здесь есть тоже. Очень немаловажно. И уровень. Например, как мне для записи видео, чтобы не искажалось изображение, уровень очень даже нужен. Сканер штрих-кодов. Зайдем в заметки. Добавим новую. Можно менять фон заметки. Можно отправлять эту заметку кому-нибудь. Можно добавлять сюда картинку. Можно создавать голосовые заметки. И так далее. Очень удобно. И заметки мне здесь нравятся. Заметок я пишу обычно очень много. Чтобы все не забыть, прям все сюда пишу. И пока пользуюсь телефоном, который тестирую. Всегда записываю какие-то впечатления, минусы, плюсы. Что нравится, что не нравится. Чтобы потом не забыть и ничего не упустить. Кстати, здесь есть 3D Touch. Когда мы нажимаем на какое-либо приложение, появляется вот такой вот ужасный шрифт какого-то китайского дешевого подвального телефона. Недоработки. Я думаю, что с обновлением это исправит. И уберут этот ужасный, некрасивый шрифт. Здесь также есть Mi-пульт. Как я уже говорила, благодаря инфракрасному порту. И пульт здесь очень большой. Смотрите. Очень большой и очень удобный. Подсоединяла я его к телевизору. Все работает без нареканий. Также в настройках мы можем спрятать вот этот вот вырез. Называется это безграничный экран. Можем скрыть его, но при этом теряется полезная площадь экрана. И даже время, дата все съезжает вниз. Я уже привыкла к этой капельке. Меня она абсолютно не раздражает и не мешает. Также можно поменять местами кнопки назад и меню. Но мне удобнее, когда они именно в таком порядке. Так как я правша и правой рукой назад нажимаю чаще всего. Можно эти кнопки полностью убрать. И использовать телефон с помощью жестов тоже очень удобно. В разделе цифровое благополучие. Здесь мы можем посмотреть, что я сегодня делала. Сколько раз разблокировала экран. Сколько уведомлений приходило. Сколько минут я сегодня пользовалась. Сегодня вот снимаю видео. Поэтому телефон практически не трогала. Была у меня сегодня подготовка. Здесь же можно зайти в родительский контроль. Можно следить за устройством удаленно. Следить за временем использования. И устанавливать даже свои ограничения. Здесь вы выбираете, кто пользуется этим телефоном. Родитель или ребенок. Но нужно будет для этого два аккаунта. Ваш и аккаунт ребенка. И также нужно будет установить Family Link. Ниже мы видим второе пространство. Здесь вы устанавливаете отдельный пароль. Там вы можете прятать какие-то свои вторые приложения. Здесь можно прятать свои фотографии, видео, какие-то документы. И все это под отдельным паролем. И поэтому ни у кого доступ, кроме вас, сюда не будет. Экстренная помощь. Здесь вы нажимаете пять раз кнопку SOS. Отправляется журнал вызовов. Выбираете, отправлять или нет. Выбранным вами контактом. Как только вы вводите контакт, отправляется смс о том, что вы выбрали этот контакт в качестве экстренного. И если вдруг что-то случится, нажимаете пять раз кнопку включения-выключения и отправляется смс к выбранным контактам. Также здесь есть режим управления одной рукой. Здесь нет NFC. Модуль NFC отвечает за бесконтактные платежи. Это когда вы в магазине подносите телефон к терминалу и с вашей банковской карты, данные, которые вводили предварительно в ваш смартфон, списываются деньги. При этом кошелек с собой можно совершенно не носить. Так вот, модуля NFC здесь нет. Зато модуль NFC есть в телефоне Redmi Note 8T. Минус, который я заметила для себя, это звонки и сообщения от Google. Уменьшился функционал и нет записи разговора. Из-за политики безопасности Google. Дальше переходим к сканеру отпечатка пальца. Сканер расположен удобно. Давайте посмотрим, как он считывает. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Несмотря на то, что сканер стал по площади меньше, считывает он хорошо, быстро и достаточно точно. Также помимо сканера отпечатка пальца, здесь есть разблокировка по лицу. Вот управление данными лица. Разблокировка по лицу. Оставаться на экране блокировки. Распознавать лицо при включенном экране. Телефон изначально предупреждает, что разблокировка по лицу не такая безопасная, что может разблокировать человек с похожей на вас внешностью и могут разблокировать телефон по фото. Разблокировка по лицу. Давайте посмотрим, как телефон считывает. Происходит очень быстро. Есть, конечно, подтормаживание в темное время суток, из-за того, что освещения недостаточно. Но в целом разблокировка беспроблемная, как по сканеру отпечатка пальца, так и по лицу. Дальше переходим к звуку. Звук здесь громкий, чистый, качественный. Давайте послушаем. Звук приятный. И давайте послушаем разговорный динамик. Позвоним в справку МТС. Видите, какой упрощенный. Громкий. Также в настройках есть функция очистка динамика. Очистка динамика. Вот она. Сейчас будет неприятный звук в течение 30 секунд. Оставлю кусочек, вырежу его. Эта функция помогает очистить динамик от пыли. И написано, если динамик загрязнен очень сильно, запустите эту функцию несколько раз, одновременно встряхивая ваше устройство. Звучит он вот так. Приготовьтесь, будет неприятно. Таким вот образом чистится телефон. Кстати, о телефоне не заходила сюда. Здесь установлена версия Android 9. И версия MIUI. Установлена Global 10.3.5. Вибрация здесь мне не особо понравилась, но телефон бюджетный. Поэтому вибромоторчик установлен здесь тоже бюджетный. И, ну, такая немножко дребезжащая. Даже вот не видя телефона абсолютно, по ощущению вибрации можно понять, какое устройство вы держите. Дорогое или бюджетное. Так вот здесь очень хорошо прочувствуется именно, что это дешевый вибромоторчик. Но к минусам я это не отношу, потому что, учитывая цену этого телефона, на рынке за такую цену он будет одним из лучших. Альтернативы среди конкурентов ему не найти. Поэтому придираться не буду. Дальше переходим к камере. Фронтальная камера здесь 13 мегапикселей. Светосила 2.0. Видео пишет в формате Full HD. Давайте зайдем в камеру. Фронтальная камера. Так, здесь есть видео, кстати, записываю на S10+. Здесь есть искусственный интеллект. Есть как на основной, так и на фронтальной камере. Есть функция видеоклип. Это 15-секундный ролик, который идеально подходит для Instagram. Есть замедление видео. На видеоклип для Instagram сразу есть различные маски. Вот такие. Всякие разные, которые нужно еще скачивать. Так, покажу вам. Вот они видите. Так, дальше. Видео фото. Есть улучшения. Гладкость, подтяжка, большие глаза. Раньше было больше вот таких вот улучшений. И помимо улучшений есть эффекты. Это различные цветовые фильтры. Оригинал оставляем. Камера фронтальная неплохая. Мне понравилось качество фотографии. Единственное, что в портретном режиме есть промахи. Бывают размыливает задний фон. И вы можете выбирать степень размытия заднего фона. Насколько сильно размыть этот задний фон. Например, сейчас я вам покажу. Вот, вы можете выбирать от 16 до 1. Чем меньше значение, тем больше будет размываться задний фон. Видите, какой размытый телефон на единичке и какой он на 16. В настройках мы здесь можем выбрать спуск ладонью. Показывайте ладошку. Телефон фотографирует формат кадра 4х3, 9х16. Таймер 3 секунды. Через 3 секунды начинает фотографировать. Ну вот, в принципе, наверное, и все. Вспышка здесь, кстати, экраном. Теплая и мягкая. Итак, переходим к основной камере. Основная камера здесь на 4 модуля. Первый модуль 48 Мп, светосила 1,8. 8 Мп, светосила 2,2. Это объектив на широкий угол. Следующие два объектива по 2 Мп, светосила 2,4. Которые отвечают за определение глубины резкости и размытие заднего фона. И за макросъемку. Но вот последних два объектива, на мой взгляд, чистый маркетинг. Широкий угол фотографирует на 8 Мп камеру. Вот обычная фотография. Вот фотография с широким углом. Влазит больше, но при этом качество съемки будет хуже. И вот приближение 2х кратный зум. Дальше макросъемка у нас обозначается цветочком. И приближаем. Приблизить можно на расстоянии буквально тут чуть ли не 1 см. Делаю фотографию. Ну и качество снимка при хорошем освещении более-менее. При освещении чуть хуже, но уже никакое. И вот при таком же приближении выключаем макро режим. Телефон уже, видите, не фокусируется. Не может поймать фокус, потому что очень близко. Камера находится от объекта, который хотим сфотографировать. Дальше. Оптической стабилизации здесь нет. Есть стабилизация электронная. При съемке видео вы можете выбирать качество. Качество 4К 30 кадров. Стабилизации не будет. Видео будет трястись, дергаться. Качество будет отвратительное. Дальше. Качество 720 30 кадров в секунду. И качество Full HD 1080 30 кадров в секунду. В последних двух разрешениях картинка будет плавная. Примеры видео и фото чуть позже. Дальше можно выбирать ускоренное видео, замедленное видео. В настройках камеры режим в кармане включен автоматически. Предотвращает случайное нажатие при повещении устройства в карман. Можно сохранять предыдущий режим. Но на мой взгляд не очень удобно. Это потому что вы могли снимать, например, какое-то ускоренное видео. И хотите сделать быстрый кадр. Увидели какой-то предмет, который срочно нужно сфотографировать. Пока вы переключите режимы, этот предмет может уже быть не таким интересным. Дальше. Стабилизация включена. Функция круга устранения мерцания. И интервал ускорения. Вот. Здесь особо ничего интересного нет. Искусственный интеллект определяет сцену и автоматически ее дорабатывает. Например, если вы фотографируете зеленые листочки, то искусственный интеллект будет добавлять сочности. Если вы фотографируете человека, то искусственный интеллект будет размывать задний фон и делать более четким лицом. Дальше. Здесь есть также улучшение. И улучшение вы здесь просто регулируете вот таким вот ползуночком. Эффекты. Это те же фильтры, которые показывала на фронтальной камере. Автоматически, кстати, устанавливается Google объектив. Вот он. Здесь можно переводить. Сейчас, кстати, возьму книжку на по-английскому и попробуем что-нибудь перевести. Так, ну давайте попробуем. Переводим. Кстати, фокусирует он выборочно. Видите, сейчас в фокусе находится... Так, находится мусорная корзина и скатерть. Давайте лучше текст возьмем какой-нибудь. Ну, давайте вот слова, например, переведем. Волчья банка. Волк он переводит как волчью банку. Ну, естественно, с промахами. Дальше. Можно поиск здесь находить. Например, нажимаю поиск. И в результатах поиска можно найти книжку и где ее купить, например. Вот первые уроки. Ну, нашел правильно. Фотографировала обои с рисунком зебры. Находил там какие-то юбки, сумки с рисунком зебры. Ну, в принципе, работает неплохо. Покупки и кафе и рестораны. Дальше. Примеры фотографий, которые я сейчас поставлю, будут на обычную камеру. Многие ставят камеру от Google и качество снимков становится лучше. Я этого делать не буду. Телефон покупаю с коробки без последующих улучшений самостоятельных. Хочу протестировать именно его таким, какой сделала его компания. Поэтому никаких улучшений я не делала. Хотя отзывы очень положительные. И все советуют ставить Google камеру от Note 7 предыдущей модели. В общем и целом, камера мне понравилась. Есть, конечно, свои промахи. Опять же, повторюсь, за такую цену телефон снимает просто отлично. И качество снимков я осталась довольна. Конечно, вечером этот телефон так себе снимки выдает. Но посмотрите и оцените сами. Продолжение следует... Пример записи видео на Redmi Note 8 в качестве Full HD 30 fps. Сейчас подойду поближе посмотреть детализацию и фокусировку. Сейчас, конечно, неудобно тестировать камеру, потому что уже осень. На улице пасмурно, туманно. Плохая видимость. Но фокусируется так себе. Например, через объектив камеры не особо могу рассмотреть, что у меня такое в руке. Вот только сейчас фокус поймал. Пойдемте дальше. Пример записи видео. 720, 30 кадров в секунду. Иду обычным шагом. Сейчас посмотрим ягодки. Фокусировка не особо хочет. Давай еще раз. Еще раз ягодки рассмотрим. Ну, что-то плохо фокусируется, конечно. Ладно, идемте дальше. Качество 4К, 30 fps. Все так же иду обычным шагом. На улице все так же пасмурно. И пойдемте дальше. Пример записи видео. Full HD 30 кадров в секунду. Время уже 18.23. На улице темно. Что-то вот фокусировка, кстати, мне не нравится, что днем плохо пофокусировался. Вечером так тем более. Но на улице уже темно. Освещение здесь хорошее. Улицу видно. Магазин часов. Иду обычным шагом. Мимо проезжает автобус. Впереди едет троллейбус. Дальше переходим к процессору. Здесь установлен Snapdragon 665. 8 ядер. 4 по 2000. И 4 ядра по 1800. Процессор 64-битный. Изготовлен по 11-нанометровому техпроцессу. Графический ускоритель Adreno 610. В Antutu телефон набирает 163 тысячи баллов. Конечно же, этот процессор не мощный, но с повседневными задачами справляется без каких-либо нареканий. По поводу прошивки, есть у меня небольшие замечания. Как всегда, прошивка сыровата. Практически всегда у телефонов Xiaomi почему-то выходит телефон. И есть какие-то лаги, которые можно было исправить. За время использования я заметила, что когда мне звонит вторая линия, я разговариваю, я телефон достаю из сумки. Чаще всего разговариваю с наушников беспроводных. Я достаю телефон, нажимаю на экран, экран полностью белый. То есть я даже не вижу, кто мне звонит. И такое случалось у меня 1-2 раза в день. То есть очень часто. Просто белый экран. То есть программно такую ошибку можно исправить. Я думаю, что, надеюсь, что придет обновление, которое исправит эту ошибку. Напишите, если у вас были какие-то лаги или ошибки пользователям этого смартфона или желающим его приобрести. Думаю, будет это очень полезно и очень нужно. Еще одна ошибка с датчиком освещения и приближения. Когда разговариваю по телефону без наушников, телефон плотно лежит возле уха. Буквально при малейшем его повороте загорается белый экран и получается так, что щекой очень часто нажимаю на удержание вызова. Тоже, конечно, это раздражало. Тем более, что чаще всего я разговариваю с наушником. Этот телефон не первый, который столкнулся с этой проблемой. У Xiaomi очень часто она распространенная. Больше никаких у меня замечаний и нареканий не было. Дальше переходим к батареям. Батарея здесь установлена на 4000 мАч. Поддерживает быструю зарядку, но в комплекте ее нет. От комплектной телефон заряжается от 15 до 100% за 2 часа ровно. Это очень долго. Разряжается телефон со 100% при просмотре видео на YouTube на максимальной яркости. В качестве 720 за 30 минут на 5%. За 1 час телефон разрядился на 9%. Батарея здесь хорошая. Мне понравилось хватает на полноценный день работы. Пользуюсь я смартфоном активно. И не каждый смартфон выдерживает до вечера. До позднего вечера, так как выдержал этот Note 8. Батарея я довольна. Единственное, что заряжается долго. 2 часа это долго. Хотелось бы, конечно, быструю зарядку. Все, что хотела рассказала. Давайте подводить итоги. Плюсы этого телефона. Цена вне конкуренции. Наличие инфракрасного порта. Плюс это камера. Внешний вид современный. Плюс отдельный слот и прорезиненный лоток. И плюс 3,5 джек. И последний плюс это батарея. Минусы. Звонки и сообщения от Google. А именно нет записи разговора. Иногда функция это очень необходима. Следующий минус. Это некорректная работа датчика освещения и приближения. Следующий минус. Это сырая прошивка. Я его так назову. Это вот эти вот некрасивые шрифты. Белый фон, когда звонит вторая линия. В общем и целом. Телефон получает 9,5 баллов из 10. С Note 7 переходить на Note 8. Однозначно не стоит. Я думаю, что можно подождать и перейти уже на следующую модель. Фон мне этот очень понравился. Мне нравятся продукты, которые делает компания Xiaomi. Они обычно недорогие. Хорошего качества и вне конкуренции на рынке. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И обязательно пишите ваши комментарии. Всем пока!